Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. И сосредоточимся на московском Спартаке, который может вернуть в свой состав Куинси Промеса. Во всяком случае, об этом сейчас сообщают спортивные СМИ и на фоне всего происходящего в жизни голландца. Это может стать вполне себе логичным выходом, потому что в Аяксе он потерял место в стартовом составе, выходит там очень редко. У Промеса есть определенные проблемы с законом, даже в Голландии, я думаю, вы в курсе вот этого непонятного процесса, непонятного происшествия, где он то ли порезал кого-то, то ли нет. В общем, тут еще нужно разбираться. Я не голландский исследователь, поэтому высказываться здесь как-то конкретно не могу, но так или иначе. Весь этот негативный шлейф тянется за Промесом последний год с небольшим. И, конечно же, ему, возможно, сейчас и захочется вернуться в Россию. Ну и тому подтверждение то, что он недавно лайкнул комментарий фаната Спартака с призывом вернуться в московский клуб. Поэтому здесь на самом деле можно уже всерьез говорить о потенциальном переходе Промеса. И давайте разберемся, какие здесь есть плюсы, минусы, насколько это возможно и какие есть, скажем так, недостатки в этом потенциальном камбэке. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок, живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Ну и начнем с положительных моментов. Во-первых, на данный момент Промес может стать настоящей звездой российского футбола. Но он может восстановиться, так скажем, в этом статусе. Да, в последнее время дела у него шли не очень. Но с другой стороны, мы должны констатировать, что для нынешнего Спартака и для нынешней РПЛ он по-прежнему будет самым, что ни на есть, топовым футболистом. Все-таки у нас, к сожалению, чемпионат сильно деградировал. Поэтому Спартак в лице Промеса может получить отличного футболиста. Звездного по нашим меркам. У которого есть и удары, и техника, и изобретательность. И который вообще может принести очень много пользы. Поэтому для нашего чемпионата сейчас Промес может быть просто как Лео Месси и Криштиану Роналду. Второй момент очень важный, это то, что Промес пригодится именно вот нынешнему Спартаку, где недостаточно опытных исполнителей. Все-таки команда молодая, особенно если брать группу атаки, где ориентация идет на Ларсена, Соболева, Понсе, которые примерно в одной возрастной категории являются футболистами. И здесь появление Промеса, почти 30-летнего, который прошел уже огонь в воду и медные трубы, и в Еврокубках выступал, и в топовых чемпионатах вроде Испании, и в Спартаке много сезонов провел. Появление такого игрока может быть очень даже кстати. Тем более, что Промес, как я уже сказал, при всех своих минусах, то, что он потерял место в составе, то, что у него там есть проблемы определенные, он все-таки остается футболистом, способным в одиночку фактически решить исход встречи. А таких игроков сейчас Спартаку очень не хватает. И знаете, для нынешних красно-белых как раз Промес может стать палочкой-выручалочкой. Вот знаете, как в ЦСКА. Вот когда команда не знает, что делать дальше, когда впадает в ступор, допустим, встретившись с плотным оборонительным соперником, что ЦСКА делает? Играет по логике, отдай мяч Влашичу, он что-нибудь там придумает. Вот Спартак получит свою палочку-выручалочку в лице, собственно говоря, какой-нибудь Промеса, потому что, да, у них есть индивидуально сильные футболисты, и Ларсон на каком-то этапе таким был, и Соболев может тащить команду, но тащить на уровне Влашича ни тот, ни другой не могут. Поэтому здесь нужен действительно суперзвездный футболист, уже готовый по нашим российским меркам. И таковой, в общем-то, может быть подписан лишь одним способом, если сейчас Спартак возьмет Промеса. Потому что взять другого какого-то топового футболиста Спартак вряд ли сможет. Мало кто заинтересован в переезде в Россию, в отличие от того же самого Квинси. Ну и, в общем-то, нужно понимать, что за топового футболиста на пике карьеры придется платить огромную сумму. А Промес со всеми своими проблемами может быть еще более-менее доступен. Для Спартака его теоретически можно подписать за адекватные деньги. Поэтому для того, чтобы в Спартаке появился вот такой альфа-самец, способный в одиночку решать исход встреч, такой тащер, как любят называть иногда подобных футболистов, вот для этого нужно подписать Промеса. Тем более, что вот, знаете, каждый раз, когда приезжает легионер, один из главных вопросов, а насколько он будет серьезно относиться к нашей лиге. А то ведь приедет и вместо футбола будет ходить по ресторанам, как Маркизио, или по барбершопам, как Гаич, или еще чем-нибудь веселым займется, или постепенно начнет бухать и гулять с местными светскими львицами, как велит он. В общем, каждый раз, когда приходит иностранец, мы этого опасаемся. Но в случае с Промесом, как мне кажется, здесь никаких подобных курьезов произойти не должно. Потому что он обладает и определенным клубным патриотизмом, он действительно за Спартак горой, и, в общем-то, он уже давно обросил, так скажем, в футбольном и в социальном плане. Поэтому проблем, вот знаете, с каким-то поведением или с недонастроем, наверное, здесь не будет. И, как мне кажется, Куинси должен стать снова звездой и примером качественного иностранца, который поехал в наш чемпионат. Ну и хотелось бы отметить, что за те годы, что он отсутствовал в Спартаке, он, скажем так, проделал большой путь. И хотя этот путь был трудным и зачастую неудачным, но набитые шишки тоже иногда помогают. Ну и к тому же Промес, ну, скажем так, стал в каком-то смысле разнообразнее. Потому что в той же Севилье он, например, успел поиграть на позиции крайнего защитника-латераля. Он действовал и в схеме с четырьмя футболистами обороны на фланге, и с тремя центральными, и двумя крайними. Поэтому в каком-то смысле Промес стал разнообразнее. Сейчас он стал более опытным футболистом в плане еврокубковых выступлений. Он проиграл на высоком уровне премьеры, бился там с великими футболистами. И в этих условиях, конечно же, он может, скажем так, в чем-то даже прибавить, в чем-то измениться в лучшую сторону. Хотя, повторяю, последние годы у него были не самыми стабильными, а вот 2020-й концовка вышла для него откровенно неудачной. Но посмотрим, каков он будет по возвращении. Ну и важный вопрос такой, знаете, для клуба, это то, что возвращение Промеса может поправить отношения между руководством и болельщиками. Все-таки эти отношения сейчас далеки от идеала. И возможный камбэк Промеса Антона, любимца публики, это, конечно, большой плюс и такая плюшка для фанатов, которую они наверняка оценят. Но возникает много вопросов и много сомнительных эпизодов. Во-первых, деньги. Да, я уже сказал, что Промес сейчас вряд ли будет стоить какую-то огромную сумму. И я думаю, что, скорее всего, в сравнении с теми деньгами, которые когда-то получил Спартак, продав Куинси, я думаю, сейчас он мог подешеветь в два раза где-то, а то и в три. Но все равно 7-10 миллионов, которые, скорее всего, придется заплатить Аяксу, это солидные деньги. А если брать еще и зарплату, которая наверняка у Промеса будет серьезной, то в сумме получается серьезный удар по бюджету. Учитывая то, что Красно-Белый сейчас находится не в такой хорошей финансовой ситуации, как еще год назад, когда Цорн раскидывался деньгами направо и налево, подписывая звездных легионеров, сейчас неизвестно, найдет ли Спартак нужную сумму. С другой стороны, поторговаться всегда можно, и теоретически есть вариант с рассрочкой и со всем остальным. В общем, посмотрим. Другое дело – это судебное разбирательство. Там все очень запутано, тема вроде как подутихла, но никто не дает гарантии того, что вот сейчас Промес перейдет в Спартак, и через неделю после этого ему нужно будет снова переходить, но на этот раз уже в футбольный клуб Бутырка, или как там в Голландии называются подобные заведения. В общем, здесь все очень рискованно, и Спартак может подписать актив, который в итоге не использует. То есть футболиста за немалые деньги, который будет сидеть в голландской тюрьме. И тут уже Спартак может обвинять только самого себя за такую глупую трату денег. Еще один важный момент – это возраст Промеса. Ему 29 лет, недавно исполнилось. И это, скажем так, ограничивает перспективы Промеса. Он уже точно не сможет прибавить как-то существенно не тот возраст. К тому же скоро начнется физический спад, потому что после тридцатника у игрока падает скорость, падает выносливость. А для Промеса, который делает ставку на маневренность, это очень серьезный удар по качеству игры. Ну и, конечно же, в этих условиях Промес не сможет стать каким-то лидером на сверхдлительную перспективу, и провести еще там 6-5 сезонов на высоком уровне в Спартаке. С другой стороны, конечно, у нас чемпионат не такой скоростной, как в Голландии, поэтому, возможно, тут как раз у нас Промес продлит свою футбольную молодость как можно дольше. В общем, здесь на самом деле риск есть. С другой стороны, нужно учитывать фактор нашего чемпионата с медлительным футболом. Ну и фактор возраста вообще сам по себе, он ограничивает трансферную ценность Промеса в будущем. Потому что раньше, когда Промес играл в Спартаке, все мы понимали, что он достаточно молод, и его можно успешно продать в ту же самую стивилью за 20-ку, как это в итоге и произошло. А вот сейчас поиграет пару-тройку лет Промес в России. Даже если будет очень здорово выступать, но, сами понимаете, 32-летнего ветерана уже не так будет легко втюхать зарубежному клубу. Максимум там китайцы подсуетятся или кто-то еще. В общем, здесь, если говорить о Промесе не столько как о футболисте, как о трансферном активе, здесь его ценность уже не такая высокая. К тому же мы должны понимать, что за последнее время он как-то сильно сдал. То есть, если брать текущий сезон, то вот, пожалуйста, 22 матча провел Аякс, 2 матча Промес в принципе пропустил, один раз заявку не попал, второй раз он остался на скамейке запасных, плюс, если брать остальные 20 матчей, здесь поровну распределились, 10 матчей он вышел в стартовом составе, 10 матчей со скамейки запасных. То есть, сейчас он потерял стабильное место в основе, его статистика упала. Если брать прошлый сезон, здесь, пожалуйста, 28 встреч, 16 плюс 5, 21 очко по системе гол плюс пас, сейчас 7 очков по системе гол плюс пас за 20 матчей текущего сезона. Прямо скажем так себе. Ну и если ориентироваться на расширенную футбольную статистику, не только на голые передачи, то вот, пожалуйста, по версии сайта Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, у Парамеса рейтинг эффективности упал с 7,52 до 6,98. Поэтому здесь мы видим, что Парамес сдает позиции, и да, полгода неудачный, это не катастрофа, это не приговор, но это может быть уже тревожный звоночек, который говорит о том, что Блинси уже немножко не тот футболист, что был раньше. Ну и, конечно, возникает вопрос касательно схемы. 3,52 и 3,43 это основные расстановки Тедеско, и в этой схеме не совсем понятно, как использовать Куинси. Дело в том, что он в свое время перешел в Севилью Пабло Мачино, и там как раз была та же самая расстановка, которая сейчас у Спартака, то есть вариации 3,52 или 3,43. И вот там тренер не знал, как использовать Парамеса, на какую позицию его поставить. И в результате именно тогда Парамеса начали использовать как крайнего защитника. То есть сейчас тоже не совсем ясно, в какой роли используют голландцы. Крайним футболистам обороны, но это только в тех матчах, где соперник будет наглухо забираться в защиту, запираться в автобус, и тогда уже Парамес может быть в качестве фуллбека или латераля подойдет, теоретически. Либо нужно использовать Куинси в качестве нападающего, но там появление его как форварда ограничат игровые минуты Соболева, Понца и Лаксона, а стало быть ограничат и их прогресс. В общем, здесь вопросов много касательно того, как использовать Куинси после его возвращения. Но в целом, конечно, история выглядит такой красивой, приятной, ностальгической возвращения Парамеса, но реальная польза от футболиста может быть не такой масштабной, как многие ожидают сейчас. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий, только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!